Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим сыр с очень интересным названием Эль Кеса Котиха де Монтана. Сыр с ограниченным производством, производимый в горной местности на территории Мексики. Эль Кеса Котиха де Монтана бывает двух видов. Сыр бывает выдержанный в течение полутора-двух лет по аналогии пармезана. И сыр бывает свежий ламтевой, полутвердый сыр, который выдерживается до месяца. Ну похож на, может на российский, не знаю. Нет, на российский точно не похож. Он похож на Кеса Эль Котиха де Монтана. Именно такой сырок мы сегодня и приготовим. Должен получиться очень вкусный. Этот сыр мы еще не готовили с Ларисой. Сегодня у нас своего рода эксперимент. Готовим мы из набора, предоставленного нам интернет-магазином сырок.com.ua. И также готовим по рецепту, предоставленному интернет-магазином сырок.com.ua. Ну и поскольку я заговорил об этом интернет-магазине, хочу лишний раз подчеркнуть, что очень качественные наборы для приготовления сыра. Кстати, на интернет-ресурсе сырок.com.ua есть уже несколько рецептов нашего с Ларисой авторства. И впоследствии количество этих рецептов будет расти. То есть мы сами будем составлять рецепты и составлять наборы тоже для этого интернет-магазина. Так вот, почему мы выбрали именно сырок.com.ua? Потому что очень качественные ингредиенты. Если латекс, то он действительно французский. Если закваски и ферменты, то они действительно фирменные, хорошего качества, совершенно жизнеспособные, которые не стыдно рекомендовать и очень классно использовать самому. Для приготовления сыра Эль Кеса Котиха де Монтана можно использовать, как я уже сказал, набор, который можно приобрести в интернет-магазине сырок.com.ua. А можно использовать отдельные ингредиенты. Для приготовления этого сыра вам понадобится термомизофильная закваска, любой молокосвертывающий фермент, ну собственно говоря, либо сечужный фермент, либо растительный фермент, либо грибковый фермент, любой, которым вы привыкли пользоваться. И хлористый кальций. Сыр готовится из непастеризованного молока. Мы в данном случае готовим из непастеризованного свежего молока. Такой нюанс, друзья. Если вы покупаете молоко на рынке, и если, допустим, не доверяете фермеру, сомневаетесь в чистоте в гигиене животных, которые дают это молоко, тогда обязательно его пастеризуйте. Это сделать очень просто. Нагреваете молоко до температуры 65 градусов, и после этого охлаждаете до температуры внесения закваски. В нашем случае это 37 градусов. Также можно приготовить элькеса котиха де монтана из пастеризованного магазинного молока. Только не используйте молоко длительного срока хранения. То есть, если пастеризованное магазинное, то с обычным сроком хранения. Потому что в молоке с длительным сроком хранения большое количество антибактериальных препаратов, которые просто не дадут подняться кислотности в молоке. Несколько слов о норме внесения хлористого кальция. В теории очень многие говорят, что хлористый кальций в непастеризованное цельное молоко не вносится. Но это совершенно неправильно. По ГОСТу в непастеризованное цельное молоко вносится 1 грамм, вернее 10 грамм сухого хлористого кальция на 100 литров молока. В пастеризованное молоко хлористый кальций вносить обязательно из расчета 30-40 грамм на 100 литров молока. Это сухого хлористого кальция. В переводе на 10% раствор часто задаете вопрос, можно ли использовать аптечный раствор 10% хлористого кальция. Да, конечно, можно. В переводе на 10% раствор нормы внесения такие. В непастеризованное молоко используем обычный шприц. 1 кубик или 1 мл 10% раствора хлористого кальция. На 1 литр молока. В пастеризованное, соответственно, 3-4 мл на 10 литров. Для приготовления кеса Котиха де Монтана сегодня и втреть мы будем использовать новую нашу сыроварню. Нашей с Ларисой разработки, изготовленной на предприятии Спирт Колона. Ссылку на эту сыроварку вы можете найти в описании этого ролика. Также, если вдруг вам сыроварка понравится, можете посмотреть наш обзор. Это реально очень хорошая, очень качественная мини-сыроварня. И обратившись ко мне, вы можете приобрести эту сыроварню и все дополнительное оборудование со скидкой 5%. Если у вас нет сыроварни, можно использовать обычную водяную баню. Классические две кастрюли, одна в одну вставленные. В большую кастрюлю наливаем немножко воды. Так, чтобы когда помещаем вовнутрь меньшую, донышко меньше и касалось кромки воды. Ставим на плиту любого типа нагрева. Газовую, электрическую не имеет значения. Получаем водяную баню. На обычном... В обычной кастрюле не рекомендую нагревать молоко. По той причине, что донышко кастрюли, соприкасаясь, допустим, с газовой комфоркой, нагревается до температуры 300-300 градусов. При этом все бактерии молочно-кислые, которые находятся непосредственно в контакте с дном кастрюли, моментально гибнут, потому что происходит пастеризация. Молоко не получает должной степени закисления, не поднимается кислотность, после этого не получается правильный сгусток и идет дальше все, так сказать, наперекосяк. Очень многие сыроделы рассказывают, что можно в обычной кастрюле на газу приготовить нормальный сыр. Вот не верьте им. Делайте обязательно на водяной бане. Также из оборудования для приготовления этого сыра нам понадобится форма для приготовления сыра. Если у вас сыроварня не с мешалкой, у нас она в частности с мешалкой, но мешалку мы не будем использовать, чтобы показывать рецепт в максимальной простоте. Вот такая вот штука, как это называется, для вымешивания сгустка. Нож для порезки сгустка. И желательно, конечно, лира для порезки сгустка. Кстати, лира тоже производства компании Спиртколона. Друзья, мы разобрались с ингредиентами, разобрались с молоком, разобрались с оборудованием. Давайте приступим к приготовлению сыра. Переливаем молоко в нашу водяную баню, или в нашем случае в сыроварню. Друзья, если вы используете пастеризованное молоко, вот эта вот процедура фильтрования через сеточку совершенно не нужна. Если вы используете цельное, не пастеризованное молоко, обязательно процедите его через мелкую сеточку, марлечку или органзу. Также, если вы собираетесь сами пастеризовать молоко, перед пастеризацией проведите эту процедуру. Сейчас расскажу, почему. В молоке, так или иначе, будут мелкие молочные сгустки. Ну, вот их не очень видно, они совершенно меленькие. Кстати, молоко очень хорошее, сгустков практически нет. Если эти сгустки попадут в молоко, после внесения молочнокислых бактерий или заквасочной культуры, все колонии бактерий начнут расти вокруг этих сгустков, и мы не получим равномерное повышение кислотности всего объема молока. Поэтому сейчас мы с Ларисой процедим все молоко и продолжим. После того, как все молоко процежено, включаем нагрев любым доступным для нас способом. Я в данном случае выставляю автоматику на 38 градусов. То есть, наша задача нагреть молочко сейчас до 38 градусов. Накрываем его крышкой, чтобы туда не летела никакая пыль, и ждем, пока она нагреется. Температура молока достигла 38 градусов. Внесем хлористый кальций. Так как молоко не пастеризованное, на 20 литров молока вносим 20 мл 10% хлористого кальция. Хорошенько перемешаем молоко и дадим ему постоять в течение 3-4 минут. Через 2-3 минуты высыпаем порошок термомизофильной закваски прямого внесения на поверхность молока и даем закваске регидратироваться 2-3 минуты. То есть, сразу его не перемешиваем. Через несколько минут хорошенько перемешаем молоко. Если не используем мешалку, то перемешиваем движениями вверх-вниз, чтобы распределить регидратированную закваску по всему объему молока. После этого накрываем молоко крышкой и оставляем в покое на 30 минут. Температуру надо поддерживать в пределах 38 градусов. Желательно не выходить за пределы плюс-минус 1 градус. Через 30 минут внесем подготовленный фермент. Фермент в любом виде растворяем в 50-ти... Ну, в каком бы у вас ни был сухом, жидком виде, в любом случае растворяем нужное количество фермента в 50 миллилитрах кипяченой воды, остуженной до комнатной, охлажденной до комнатной температуры. Вносим фермент. Хорошенько перемешиваем молоко, чтобы фермент распределился по всему объему, опять же таки. И оставляем на 90 минут молоко в покое для формирования сгустка. К сожалению, мультипликатор для этого сыра мне неизвестен, потому что делаем по рецепту, предоставленному интернет-магазином сырок.com.ua, как я уже говорил. Альтернативной информации, кроме этого рецепта, я в интернете найти не смог. Поэтому ничего не придумываем и делаем строго в соответствии с рецептом, так как сам интернет-магазин тоже неоднократно утверждал, что все рецепты сыров тщательно проверены и сделаны не менее нескольких раз перед тем, как представить их пользователю. Но мне очень интересен мексиканский сыр. В Мексике мы, к сожалению, пока еще не были. Надеюсь, скоро побываем. Но в первую очередь пока что полакомимся сыром. На 90 минут оставляем молоко для формирования сгустка. При этом поддерживаем температуру 37 градусов плюс-минус 1 градус. Сгусток сформировался очень плотный. Режем сгусток на вертикальные столбцы где-то размером 1,5 см. Вначале в одну сторону. Затем пенпендикулярно первому резу. За счет такого длительного срока ферментации сгусток реально получился очень плотный. Тут не то, что чистый разлом, а он сам реально от плотности полопался. Я еще не готовил с таким сгустком. Ну, ни разу мы не готовили сыр, если честно. Поэтому очень интересно, что реально получится. Такой своего рода эксперимент. После того, как сгусток порезан по вертикали, по горизонтали, его порежем с помощью лиры. Реально очень плотный. Оставим зерно, отдать сыворотку примерно на 5 минут. По прошествии 5 минут начинаем вымешивать зерно. Вначале начинаем вымешивать плавно, чтобы не сильно его раздробить. И вот так вот потихонечку начинаем перемешивать зерно в течение следующих 10 минут. Через 10 минут зерно уменьшилось в размере и уплотнилось. Поднимаем температуру до 41 градуса. Так, чтобы температура поднялась примерно в течение 10 минут. И эти же 10 минут продолжаем перемешивать зерно. Еще через 10 минут зерно уплотнилось еще сильнее. Как видите, оно стало мелкое и округлое. Интересное такое зерно, качественное, я бы сказал. Друзья, перестаем мешать. Поддерживаем температуру 41 градус. Оставляем зерно на 10 минут еще для уплотнения. И оно сядет на дно, нам легче будет с ним работать. Через 10 минут зерно готово. Поэтому выключаем нагрев. В первую очередь отберем часть сыворотки в любую емкость, для того, чтобы нам удобнее было доставать зерно. Сыворотку, естественно, не выливаем из сыворотки. Можно сделать прекрасный итальянский сывороточный сыр рикотта, норвежский сывороточный сыр брюност, ну или просто оладушки. Но сыворотки много. На самом деле, вот из 20 литров молока из этой сыворотки получится еще где-то примерно килограмм рикотты, из которой можно делать замечательные чизкейки, можно делать помазанки для бутербродный сыр со всякими добавлениями, с травами, с паприкой, с чем угодно. Вариантов очень много. Итак, я сейчас отберу сыворотку. После того, как сыворотка отобрана до уровня зерна, начинаем перекладывать зерно в подготовленный друшлаг. Я застелил друшлаг марлей или органзой, можно застелить. В общем, любой штукой, которая не пропустит туда наше зерно. После того, как переместим все зерно в этот друшлаг, оставляем его на 10-15 минут для стекания сыворотки. К этому времени нам надо приготовить большую мыску, в которую мы сможем переместить зерно, и соль. Будем использовать гималайскую розовую соль, скорее всего. Да, будем использовать гималайскую розовую соль. Если нет, можно использовать обычную каменную поваренную соль или специальную соль для приготовления сыров. Разницы особо я не вижу. Из расчета 1 грамм соли на 1 килограмм молока, которое мы использовали изначально. То есть, в нашем случае, так как у нас было 20 литров молока, будем использовать 20 грамм соли для посола. После того, как сырное зерно стекло, надо его присолить. Для этого перемещаю его в посудину удобную. В данном случае использую мисочку. Разминаю зерно. Так как оно уже немножко начало слепаться. И добавляю сюда ну, я говорю, в данном случае розовую гималайскую соль, но это мое, как бы сказать, такое отступление от нормы. То есть, можно обычную сырную соль, можно поваренную соль. Главное, чтобы она была не едированная. Сейчас хорошенько перемешаю сыр. Полностью посолю. Наша задача, чтобы он полностью просолился. Ну, чтобы равномерно просолился. Поэтому перемешиваем сыр как можно более тщательно. Начинаем перекладывать зерно в форму. Последнее время мы предпочитаем использовать форму без донышка. Поэтому ставим форму на дренажную ткань и перекладываем сюда все зерно. По мере заполнения формы выравниваем слой зерна, чтобы он был однородным. И потихонечку подпрессовываем его руками. После того, как форма заполнена, равномерненько сверху его распределим. Сверху тоже уложу дренажный коврик. И первое прессование 15 минут грузом где-то 6-7 килограмм. Через 15 минут нам следует перевернуть сыр в форме. Делаю это следующим образом. Сливаю сверху сыворотку. Здесь извлекаю маленький дренажный коврик. Маленький дренажный коврик идет сюда, а сюда идет большой дренажный коврик. Вот такая манипуляция. Опа, коврик съехал. Сейчас мы его задвинем под сырок. Вот таким вот образом. Сверху ставим поршень, такой же вес, вес не увеличиваем и оставляем на ночь, то есть на 8-10 часов, чтобы наш сыр, как же он называется, кель кесо котиха де монтана, в общем, я не помню название, сейчас прочитаю его в рецепте, чтобы наш сыр хорошенько спрессовался. А завтра продолжим. на следующее утро эль кесо котиха де монтана спрессовался. Я, конечно, с этого названия сыра улыбаюсь. Ну, кстати, все знакомые, которым я рассказываю, какой сыр мы делали, тоже говорят, что название достаточно смешное. Получили вот такую головку, причем головка достаточно увесистая. Друзья, приготовили 20-ти процентный рассол, рецепт рассола найдите в описании видео. Сейчас вкратце расскажу. Опа, помещается, но очень с трудом. Для 20-ти процентного рассола надо взять 80 частей воды весовых, то есть 800 грамм воды и 200 грамм соли. Ну, зависит от того, на каждый литр 20-ти процентного рассола. Нагреваем воду, доводим до кипения, растворяем в ней соль, остужаем до комнатной температуры, процеживаем. После этого в рассол добавляем 1 миллилитр хлористого, 10-ти процентного хлористого кальция на литр рассола и чайную ложку уксуса 6-ти процентного, да? 9-ти. 9-ти процентного на литр рассола. Хлористый кальций и уксус добавляется для того, чтобы в процессе засаливания корочка сыра, ну, верхний слой сыра не замыливался, не размывался, не отдавал кальций. Вот, таким образом этот сыр должен быть достаточно соленый, поэтому солим его по рецепту долго, 24 часа. Длина часов с одной стороны, через 12 часов головку перевернем, чтобы она равномерно просолилась с другой стороны. После этого, вот мне, кстати, интересно взвесить, потому что очень хороший выход сыра получился. такой рецепт я ожидал, что будет, ну, с 20 литров обычно получается 1,7 кг, 1,8 кг, но так по ощущениям здесь под 2 кг есть сыра. В общем, друзья, на сутки его засаливаем, а через сутки продолжим работать с нашим элькеса котиха де монтана. Через 24 часа извлекаем элькеса котиха де монтана из рассола и переходим к процессу сушки. Сушаем на дренажном коврике при комнатной температуре тоже в течение примерно 24 часов. Наша задача, чтобы сыр стал полностью тактильно сухой. То есть, когда до него дотрагиваешься сухой ладонью, он должен быть тактильно сухой, не вызывать ощущение, что дотронулся к влажной поверхности. После этого, друзья, поместим сыр на первую стадию созревания, где-то ориентировочно на 10 дней в камеру для созревания сыров. Температура созревания 10-12 градусов, влажность 75-80%. Если камеры нету, то на верхнюю полку в обычный холодильник пищевой контейнер. Еще хотел... Кстати, по поводу камеры, друзья, позволю себе небольшую саморекламу. Я собираю из специального контроллера, который заказываю в Китае, автоматику, с помощью которой можно любой холодильник, переделать очень быстро, ничего не переделывая, скажем так, переделать камеру для созревания сыров. На канале есть обзор этой автоматики, и под этим видео я размещу ссылочку на этот обзор. Мне всегда очень сложно рекламировать самого себя. В обзоре я подробно рассказываю, как сделать эту автоматику, и также предлагаю выслать инструкцию к контроллеру, и ссылка есть на контроллеры, инструкцию к контроллеру на русском языке. Если кто-то не хочет заморачиваться с изготовлением этой автоматики, я могу ее сделать для вас за определенную плату. В общем, переходите по ссылке в описании, смотрите обзор автоматики, если она вас заинтересует, пишите мне в личку. вернемся к кесо ой, кесо де монтана, в общем, кесо котиха, котиха де монтана. Вернемся к сыру. Если нет камеры для созревания, в контейнере на верхней полке, там где теплее всего 10-12 дней, как я уже сказал, первый этап созревания. После этого мы к сырочку вернемся и продолжим, ну, как бы я расскажу, что с ним делать дальше. Через 10 дней первый этап созревания можно считать законченным. Наш элькеса де котиха монтана прошел первый этап созревания, прекрасно пахнет и надо его покрыть покрытием. Я рекомендую два вида покрытий для сыра. Вот, как бы, весь опыт мой свелся к тому, что есть два нормальных вида покрытий. Первое это полимерное, водополимерное покрытие паракот, видео, о котором я снимал недавно, оно опубликовано на канале. И второе это покрытие из натурального пчелиного воска, которым я сейчас и покрою элькеса де котиха. Конечно, покрытие из натурального пчелиного воска наверняка вот оно самое, самое все-таки классное, на мой взгляд. При том, что оно очень, очень приятно пахнет, оно достаточно дешевое и покрывается очень быстро. но если неохота возиться с воском, тогда используйте паракот. Тоже классное покрытие, главное, что нету химического запаха. Вот самое неприятное, что есть в обычных латексах, которые у нас продаются, это химический запах латекса. Также обычные латексные покрытия чересчур сильно пропускают воздух, поэтому сыр в них не созревает, а высыхает. Все-таки вот так вот лучше. Ну что ж, друзья, Элькеса Котиха де Монтана, именно так правильно называется этот сыр, я все время путаю это мудреное название, готов ко второму этапу созревания. Второй этап созревания, если мы покрыли латексным покрытием паракот, кстати, которое можно купить тоже в интернет-магазине сырок.com.ua, либо натуральным пчелиным воском, можно проводить просто в обычном холодильнике при температуре 10-11 градусов по Цельсию. Также, если вы проводите созревание в вакуумном пакете, тоже можно не беспокоиться о влажности. Если вы используете обычное латексное покрытие, либо же хотите сделать сыр в натуральной корке, тогда кроме температуры обязательно соблюдать влажность 80-85%. Вызревать сыр у нас будет в течение месяца. Оптимальный срок. Вызревание для этого сыра от месяца до двух. Естественно, через два месяца выйдет отдельное видео, дегустацию проведем Элькеса, Котиха де Монтана, ну и название они придумали. Проведем дегустацию, выпустим об этом отдельное видео. А пока, друзья, с удовольствием представляем вам рецепт вот такого замечательного сырка. Рецепт, как я уже говорил, предоставлен интернет-магазином сырок.com.ua. И это видео у нас своего рода эксперимент. Я думаю, что сыр на сегодняшний день очень ароматный, очень классный, поэтому я думаю, что через месяц он будет вообще потрясающий. Увидимся на дегустации через месяц, а в это время мы с Ларисой будем варить для вас новые сыры. Всего доброго, пока!